Тоже, наверное, по квестам их. Смотрите, как много здесь достижений. Ну вот, отсюда мы с вами и начали. Много наград, есть над чем работать. Прикольно. И давайте сейчас посмотрим уже, проверим оставшуюся часть комнаты, звуковая система. Выберем музыку. О! Прикольно, какие треки здесь еще есть. Ну вот, что-то такое умиротворяющее, наверное, больше подойдет. Шкаф для брони. Ну вот, здесь мы сможем и внешний вид, и снова менять раскраску брони, ее стиль и так далее. Ну что же, круто. Давайте теперь таким образом, раз мы здесь немножко осмотрелись, все-таки уже отправимся на Капитанский мостик. И оттуда начнем выполнение нашего первого задания. Итак, боевой информационный центр. Ну, чуть попозже, естественно, мы отправимся и в каюты экипажа. Посмотрим, что там и инженерная палуба. Для начала пока этого достаточно. Погнали. На карте галактики сейчас... Джокер хочет с нами поговорить. Ну ладно, так и быть. Сейчас немножко отвлечемся и поговорим с Джокером на мостике. Вон он, в носовой части корабля располагается, контролирует все системы. Все как обычно. Немножко здесь, кстати, можно ускоряться. Меня это радует. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Теперь она у нас есть такое, которое я не хочу поговорить о том. Это как кандидат. Это не так же, Джокер. Здесь ничего не было, что даже часть настоящей Нормандии. Это нас. Я должен взять, что я могу получить. Последние два года сгибли. Ты увидишь. Даже если AI спидает нас, никак не будет инвестирует так много, чтобы уничтожить нас. Это будет лучше, чем в древние дни. Я надеюсь, что я умерла. Боже, ты такой уничтожник. Джокер в своем репертуаре. Ну все, новых сообщений нет. Никто с нами пообщаться не хочет. Я думаю, теперь в спокойствии мне все-таки дадут воспользоваться картой Галактики. Посмотрим на нее. Она тоже наверняка была усовершенствована, как и все другие системы Нормандии. Нашей новой. SR-2. Первая Нормандия была SR-1. Ну вот, смотрите, здесь уже совершенно другая схема передвижений. Здесь вот сразу же обращаю внимание на склад. Можно купить топливо. 142 тысячи мы уже с вами успели насобирать кредитов. Давайте сделаем закупку, заправимся. Это топливо нам определенно для каких-то целей понадобится. Это вот здесь что-то... А, покупка зондов, наверное. Да, действительно. 30 из 30 только можно иметь. Омега. Вот, завербовать Архангела. То есть, почему-то нам об этом не сказали. То, что мы еще Архангела там на Омеге сможем завербовать. Но про профессора мы и так все уже знаем. Это Соларианец. Который нам поможет избавиться от ищеек. Вот эти, которые... Насекомые, инсектоиды, которыми управляют коллекционеры для, видимо, умерщвления людей в колониях. Омега-4. Это вот ретранслятор. Я так понимаю. Но не стоит, наверное, сейчас им пользоваться. Потому что, как говорят, те корабли, которые туда попадают, в этот ретранслятор, обратно не возвращаются. Будем соблюдать осторожность. Ну и, видимо, этот ретранслятор сейчас заблокирован. Потому что он, видите, имеет красный индикатор. В то время как активные ретрансляторы имеют синий индикатор. Ну что же, давайте сейчас с вами осмотримся. Посмотримся, исследуем вот эту систему. Давайте выйдем на орбиту. Нам нужно будет здесь добывать ресурсы. Вот. Так же, как и обычно, все планеты имеют свое собственное описание. Сейчас посмотрим, каким образом все здесь происходит. Умеренные запасы необходимых материалов нам, залежей полезных ископаемых. Здесь нулевой элемент Иридий, Платина, Палладий. Давайте начнем сканирование. У нас есть соответствующий датчик, указывающий на концентрацию тех или иных материалов, тех или иных полезных ископаемых. Ну, как видим, здесь у нас Иридий и Палладий. Есть небольшие запасы, поэтому отправляем туда зонд. И сейчас произойдет добавление. Нам искусственный интеллект подсказывает, что после достижения определенного уровня количество вот этих полезных ископаемых мы можем производить те или иные исследования. Это очень понятно все. Сейчас здесь запустим еще один зонд и пока на этом остановимся, потому что больше нам пока полезных ископаемых не требуется. Вот, смотрите, как много здесь платины. Давайте запустим туда. Немножко добавим свои загашечки. Давайте теперь выйдем и все-таки уже отправимся с вами на первое задание. Ну, планеты-то мы исследовать можем в любое время. Выходим на орбиту. Омега. Это выстроенная в скорлупе опустошенного шахтерами металлического астероида на протяжении тысячелетий служила убежищем для преступников, террористов и оппозиционеров. В иные века станция оставалась безлюдной и заброшенной, после чего ее снова обживала группа изгоев, желающих начать все сначала. Станция, имевшая необычную конструкцию и изящный внешний вид, развивалась спонтанно. Различные народы возводили на ней свои постройки. На Омеге нет ни центрального правительства, ни признаваемого всеми лидера. Никто не помнит, чтобы это там когда-либо было. Население почти 8 миллионов человек. Да, достаточно густо населенное. Ну, выглядит, как, знаете, такая медуза. Очень красиво. Тут подсветка вообще шикарная. Стыкуемся. Стыкуемся. Стыкуаемся. Ну вот, выбираем членов отряда. Естественно, нам доступны только Джейк и Померанда, поэтому давайте сразу их с вами и добавим. Подтверждаем состав и отправляемся на Омегу. У нас появилось 6 очков для того, чтобы прокачивать те или иные умения. И давайте сейчас посмотрим. Здесь можно прокачать бросок, 4 уровня. Ну, соответственно, цифры показывают нам то, сколько очков для прокачки того или иного уровня требуется. Итак, вот здесь у нас удар. Это специальное умение, которое мы получили при выборе нашего персонажа, когда мы только с вами начинали игру. Помощник. Сочетание ментальной тренировки и научных знаний снижает время восстановления умений и добавляет очки героя или отступника. Прежде всего я хочу прокачать боевую систему и защитную систему, а потом уже можно все вот эти вот навыки здоровья, время восстановления умения, там герой отступник, вот эти дополнительные бонусы и так далее. На техническая броня требуется здесь 2 очка отряда, создает энергетический заслон, усиливающий ваши щиты. А после уничтожения этот заслон посылает импульс, сбивающий с ног всех ближайших врагов и наносящий им урон. То есть здесь мощность какая? Сила действия импульса 130. А здесь на первом уровне всего лишь 100. Ну вот бросок тоже, в принципе, было бы неплохо прокачать. Отбрасывает от вас врага при помощи поля эффектно-массы, нанося ему урон при столкновении с объектами. 700 ньютонов, да, здесь всего лишь 500 ньютонов. А третий уровень у нас уже 900 ньютонов, поэтому здесь приобретем ранг и, пожалуй, здесь остается одно очко. Поэтому мы просто активируем ветку деформации. Здесь урон, наносимый противнику 120 единиц, и силы детонации аж 400 ньютонов. Поэтому бросок, в принципе, эффективно будет здесь и деформацию. Но про техническую броню тоже, наверное, не стоит забывать. Пока не активны перегрузка и заморозка. Но в будущем все будет нормально. Приобретаем. Что мы по Миранде сделаем? Я думаю, что здесь автораспределение. Одно очко осталось, но так как удар у нас неактивный, поэтому в эту ветку мы его использовать не можем. И так же с Джейкобом поступим. Пусть уж система сделает за нас наиболее эффективный выбор, наиболее эффективное решение. Итак, выбрать вооружение. Давайте посмотрим. Здесь у него дробовик и крупнокалиберный пистолет.